Привет всем! Я уже в двух своих последних видео рассказывал, как президент Порошенко выступил со своей инициативой «Прикрути» и попросил народ дома прикрутить газ. Так вот, после вчерашнего происшествия народ Украины, а вернее даже сказать киевляне, должны попросить своего президента выступить инициатором новой акции под названием «Прикрутить скорость президентского кортежа». Итак, вчера кортеж президента попал в происшествие, когда один из его автомобилей сбил пешехода на пешеходном переходе. Произошло это на перекрестке улиц Шелковичной и Институтской, как раз в центре правительственного квартала. В двух словах можно сказать следующее. Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке, которое регулировал работник полиции. На этом видео четко видно, что пожилой мужчина подходит к пешеходному переходу и начинает по нему движение. К нему подъезжает легковой автомобиль и начинает притормаживать, видя, что пешеход уже начал движение по пешеходному переходу. Очень четко видно, что пешеход, увидев, что его пропускают, резко ускоряет движение и попадает под колеса автомобиля из эскорта президента. Понятное дело, что водитель не ожидал, да ему не очень-то было видно из-за пропускающей машины выбегающего пешехода. Безусловно, здесь явная вина пешехода, потому что он переходил пешеходный переход на запрещающий сигнал регулировщика. Но все дело в том, ребята, что пострадавшим пешеходом был мужчина на секундочку 88 лет. Понятное дело, что он не ориентировался и не понимал, какие знаки подает регулировщик, поэтому и начал движение по переходу. Я думаю, что даже невооруженным глазом видно, что скорость кортежа превышает 60 км в час. Но сейчас я хочу поговорить не об этом. Кто смотрит мой канал, тот помнит ролик, как во время инаугурации президента Порошенко упал караульный. И Порошенко даже не остановился и не помог бедняге. И как в дальнейшем очень незавидно сложилась судьба этого караульного. И здесь та же ситуация. Порошенко явно видел, но даже если не видел, то его охранники ему сразу доложили о происшествии. Но он проехал и не остановился и не помог дедушке. Естественно, вы скажете, что, наверное, у экскорта президента есть специальные инструкции, запрещающие останавливаться во время следования. Не спорю, возможно, есть такие инструкции. Следует отметить, что пресс-секретарь Порошенко через несколько часов все-таки дал разъяснение по этому ДТП. Президент Петр Порошенко поручил оказать пострадавшему ДТП с участием полицейского сопровождения и его кортежа всю необходимую помощь. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко. Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет о ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему необходимую помощь. Вы знаете, прочитав эту заметку, мне хочется все-таки сказать несколько слов о морали и цинизме нашего президента. Я сейчас вам покажу небольшой отрывочек, датированный 2015 годом. Как президент Турции Эрдоган, проезжая по мосту, увидел мужчину-самоубийцу, который, стоя на краю моста, хотел покончить жизнь самоубийством, прыгнув вниз с моста. Эрдоган тут же приказал остановить кортеж и приказал своим помощникам и охранникам подойти к мужчине и уговорить его подойти к Эрдогану, поговорить с ним и рассказать о своей проблеме. Я внизу под своим видео оставлю ссылочку, и вы сможете посмотреть это видео полностью. На видео видно, что Эрдоган выслушал мужчину, пообещав ему помочь. Но главное даже не это, а то, что он остановился и спас чью-то жизнь. Вы знаете, посмотрев это видео, начинаешь понимать, кого мы выбрали в президенты. У меня просто нету слов от осознания того, каких мы моральных уродов привели к власти. А теперь я вам хочу показать пост из фейсбука парохобота номер один Мирослава Олешко, который начал выгораживать Порошенко. Давайте я вам зачитаю, что эта тварь написала. Старый дед не смотрел на проезжую часть, внезапно вышел на запрещающий знак регулировщика, не глядя по сторонам, просто неожиданно побежал на дорогу и попал под автомобиль. Написали, что это был кортеж президента. У меня и самого такое постоянно бывает, поэтому я таким пешеходам сигналю так, чтобы его шаг звенело. Действительно, это был полицейский автомобиль из кортежа нашего президента. Скорость была очень низкой. По этой улице быстро не проедешь. Про российские СМИ уже придумали скорость в 80 км в час. Хоча понятно, что при таком ударе пожилой человек не выжил бы. Вызывает уважение, что президент сразу меньше чем через час извинился. Хотя, как по мне, его вины и вины водителя в этом нет. Есть вина только людей, которые не учатся правилам и думают, что могут остановить автомобиль рукой. Поверьте, ребята, я сейчас еле сдерживаюсь от матерных слов. Но мне сейчас очень хочется спросить у этого конченого пи***са. А если бы на месте этого пешехода оказался твой дедушка или ты сам, то ты тоже говорил бы, что скорость кортежа была очень низкой? Ты тогда бы засунул свой язык в одно место и молчал. Я не удивлюсь, если этот Олежка напишет, что этот пострадавший пешеход оказался проплаченным агентом Кремля, который специально бросился под колеса президентского кортежа, чтобы скомпрометировать незаменимого президента, наилучшего дипломата и суперменеджера, можно сказать, отца вооруженных сил Украины. А на этом, друзья, у меня все. Думайте, подписывайтесь на мой канал. Мальдивы Казнокрадам. Офшорам слава! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!